популярными успешными богатыми к славе успеху и деньгам от тысячи и заканчивая миллионом маленькими шагами люди будут вам верить будут подписываться будут покупать всем привет меня зовут анна бусил мы продолжаем с вами говорить про инстаграм и я знаю что многие задаются вопросом как же вести инстаграм как блогеры я в своих рубриках часто рассказываю какие-то секретики которые привели того или иного популярного персонажа к славе успеху и деньгам ну а сегодня я вам дам общую схему внедри в которую вы обязательно станете еще более популярными успешными богатыми и все что мы с вами хотим иметь и так как вести инстаграм как блогер первое что вам нужно сделать это выбрать образ а почему зачастую аккаунты не запоминаются потому что все намешано здесь она в пиджаке здесь она в белье здесь она в платье и в итоге получается компот поэтому для того чтобы ваш образ запоминался а люди запоминают вас именно как образ ваша задача 70 процентов выдавать контента в одном вот этом самом образе и тогда вы однозначно будете еще больше запоминаться второй пункт который также важен это заморачиваться над фотографиями знаете я постоянно консультирую блогеров и инфопредпринимателей с разным количеством подписчиков от тысячи и заканчивая миллионом и вот я вижу что вот те кто достигает миллиона они прям заморачиваются потому что мы сами понимаете что контента много не бывает и в большинстве своем люди не выкладывают очередной пост инстаграме потому что у них нет фотографий а для того чтобы поддерживать качество фото да и делать фотографии такие которые будут запоминаться нужно вкладывать очень много ресурсов это и время это и деньги это и идея при том что идея и иногда могут ускользать и ты иногда не можешь придумать что же вот тебе сфотографировать поэтому нужно постоянно концентрироваться искать смотреть развиваться это огромная работа для того чтобы выдерживать аккаунт в едином качественном стиле поэтому если вы хотите популярности то ваша задача продумать все нюансы касательно фото потому что инстаграм в первую очередь это визуальная сеть и как бы все не говорили о том что им надоели вот эти вот идеальные картинки которые ничего не имеют общего с реальностью все равно друзья все хотят видеть что-то красивое потому что бытовухих хватает и так в буднях ее предостаточно следующий третий пункт на пути к вашему успешному блогу это должна быть тема да кто-то travel блогер кто-то фуд блогер кто-то фото блогер и так далее и так далее то есть ваша задача четко себя идентифицировать я об этом говорила не раз поэтому пожалуйста подумайте как вы можете себя среди множества блогеров отличить и в чем вы вообще сильны собственно говоря задайте себе эти вопросы и ответьте на них максимально честными потому что если вы будете делать и пропагандировать ту тему которая действительно вам близка люди будут вам верить будут подписываться будут покупать у вас и рекламу и там услуги не важно тема это то что является одним из важных составляющих успеха следующий четвертый пункт это сотрудничество с другими блогерами мне кажется уже не раз говорил о том что важно быть в коммуникации с сообществом в котором вы находитесь и это действительно поможет вам продвигаться намного быстрее намного так что давайте скорее же составьте список с кем бы вы могли посотрудничать с кем бы вы могли сделать совместную какую-то движуху пишите этим людям не стесняйтесь потому что если все будут стесняться то никто никому не напишет логично да ну вот а если вы возьмете на себя эту ответственность соответственно вы только выиграете поэтому думайте о том что могут быть очень хорошие дивиденды а начните же сотрудничество с коллегами и пятый пункт который я также выделила он касается еще раз визуального оформления это разные локации для съемок то есть если вы всегда будете сниматься на фоне белой стены рано или поздно людям это надоест поэтому старайтесь подбирать разные интерьеры вот блогер и путешественники им достаточно легко это делать потому что они в разных странах соответственно они могут менять локации и это динамика некая всегда до в ленте профиля вот ваша задача даже если вы живете не в небольшом городе вы можете фотографироваться в разных студиях разных кафе вдруг у какой-то вашей подружки красивая квартира вы можете сфотографироваться у нее и так далее и так далее кто захочет найти новую локацию тот ее найдет поэтому старайтесь делать так чтобы у вас был разнообразный контент чтобы вы были в интересных местах в интересной одежде чтобы это было привлекательно ну и соответственно это отражало вас в первую очередь чтобы люди понимали с кем они имеют дело вот такими были пять основных пунктов которые позволят вам вести аккаунт как популярные блогеры и я уверена что если вы будете напрягаться вкладывать максимальное количество усилий то вы однозначно рано или поздно станете популярными маленькими шагами но обязательно к этому придете если вам видео было полезно я прошу поставить вас лайк потому что мне очень важна ваша обратная связь если вам есть что добавить или может быть у вас есть какие-то вопросы напишите в комментариях я обязательно в следующих видео на эти вопросы буду отвечать договорились ну все мы с вами увидимся очень скоро пока